добрый день уважаемые ученики шестых классов а также гости и подписчики моего канала ученики сегодня мы приступаем к изучению новой дисциплины нового предмета географии гео земля графа спешу то есть описание земли тема 1 вводная развитие и понятия географии мы выясним по крайней мере основных под вопросов 5 возникновение географии источники знаний в географии физическая география а также другие описания земли то есть другие географии кто написал первую книгу по географии что добывает человек из земных недр еще раз повторяю тема у нас вводная мы будем учиться по учебнику для 6 класса авторы домогацких и алексеевский два автора это восьмое издание рекомендованное министерством образования и науки российской федерации год издания 2018 учебник хорошо оформлен на очень качественной бумаги множество рисунков схем графиков фотографий карт и так далее как же готовится географии как ее изучать как осваивать ведь география это очень серьезная наука чтение учебника и чтение книжек по географии это конечно очень хорошее мероприятие и доставляет много удовольствия но по одних по одним учебникам географию освоить очень трудно да и понять естественно необходимо занятия в классе с учителем поэтому наши видео они в большей части годятся для повторения что я предлагаю несколько раз вот это короткое видео прослушать посмотреть ну в основном прослушать на схемке посмотреть после этого решить задания которые даны даны на дом поработать с атласом с контурными картами если в этом есть необходимость решить если они тоже нужны решить определенные тесты тестовые задания и так обратимся к первому под вопросу само слово география появилась более двух тысяч лет назад в древней греции книгу с таким названием в третьем веке до новой эры написал эратосфен из города кирена кирен город эратосфен из города кирена несколько слов о древних городах греции в древней греции политическое устройство государства было полисное полис переводе с древнегреческого город государство то есть города государства полиса в древней греции в разные времена насчитывалось от 30 до 60 до До 60. И каждый полис, каждый город был отдельным государством, который включал прилегающие к городу государству сельские поселения, то есть ряд поселков, которые входили в этот полис. То есть территория этого государства, по сути дела, была небольшой. И поэтому каждый писатель, поэт, музыкант, ученый, спортсмен, его фамилия добавлялась, прозвище, фамилия добавлялась, откуда он, с какого города государства, с какой местности. Так вот, ученый Эрат Асфен, написавший книгу «География», это первая в мире книга, в третьем веке до нашей эры, он был родом из города Кирена. Город Кирен. В этой книге Эрат Асфен рассказывал о природе стран, лежащих на берегах Средиземного моря. Он описал эти земли, отсюда и название книги «География», как я уже говорил, «Геоземля» и «Графо» описывают. Очень многие термины, которыми пользуются современные географы, как раз и были прописаны в этом первом учебнике, первом своде знаний о земле. Что же это за наука, что она изучает, эта древняя наука? Долгое время география действительно была простым землеописанием. Люди путешествовали, открывали новые земли, знакомились с другими народами, изучали их, описывали их нравы, обычаи и традиции. Географические книги прошлого читаются как приключенческие романы, как сказки, так как они рассказывают о дальних путешествиях, полных самых неожиданных опасностей. Но вот к концу 19 века почти вся наша планета оказалась описанной, открытой, измеренной, нанесены на карту почти все острова, реки, озера, горы. Стали говорить, что на карте мира почти не осталось белых пятен, то есть территорий, где еще не ступала нога человека. Казалось, еще чуть-чуть, и география, как наука, прекратит свое существование. От нее останутся только много-много тысяч книг с описанием поверхности нашей планеты, географические карты, которые изображают эту поверхность земную. Но это знаменовало только новый этап, который начинается в развитии географии. Человек описал землю, но он ведь не просто любуется своей планетой. Человек живет на ней, использует ее богатство, добывает из недр земли полезные ископаемые, строит города, прокладывает дороги, перегораживает реки плотинами, электростанциями, гидроэлектростанциями, спахивает поля, собирает урожай, сжигает огромное количество топлива, благодаря чему и живут на земле все поколения людей. Не просто выживают, но и живут, развиваются. И для того, чтобы наша планета как можно дольше обеспечивала жизнь человечества, нужно знать, как она устроена, по каким законам живет природа планеты, как связаны между собой все ее составные части, как сделать так, чтобы хозяйственная деятельность человека и общества не разрушали природу, а если и какое-то разрушающее воздействие было допущено, чтобы это допущенное исправить. Вот этими занимается современная география. Она устанавливает, каким образом связаны между собой отдельные элементы природы, по каким законам функционирует природа и что человек должен делать, чтобы эти законы не нарушать. Вот так древняя наука и стала очень современной. И называется она физическая география. Но не только физическую географию люди изучают. Дело в том, что география современная, она имеет огромную структуру, множество отраслей знания. И не только это физическая география. Это и экономическая география, и историческая география, и политическая география. Вот. И ряд еще и археологическая география, и ряд других, много-много других отраслей в этой науке появились в 19-м, 20-м и первые два десятилетия 21-го века. Каковы же источники знаний в географии? Мы рассмотрели пока первый и третий под вопрос. Переходим ко второму. Долгое время человек собирал сведения о своей планете, путешествуя по ней. Поэтому метод здесь был главный. Это простое созерцание или наблюдение. То есть человек наблюдал за окружающей природой, описывал ее, и так появлялись. Это и был источник географических знаний, а именно вот непосредственное созерцание и наблюдение. В странствиях люди проводили свою жизнь, как правило, это моряки, солдаты, купцы, да даже пираты. Они как раз привозили рассказы о далеких, никому неизвестных странах. Эти рассказы не всегда были правдивы и точны, но именно они были в то время единственным источником знаний о Земле. С 18 века началось время научных экспедиций. Ученые-географы не просто привозили из своих поездок рассказы о приключениях. Результаты их экспедиции, измерения, сделанные с помощью приборов, точные карты, выполненные с соблюдением всех правил, грамотные научные описания. Правда, как и прежде, опасностей и приключений выпадало немало, то есть их невозможно было избежать. Но все же начинается научное изучение, то есть научный этап в развитии географии. В последнее время появилось много новых источников географических сведений и географической информации. Например, изображения нашей планеты, сделанные из космоса. Это может быть странно, но с большой высоты многое на поверхности нашей планеты видится лучше и точнее. В наши дни для получения географических знаний нам совсем не обязательно отправляться в трудные и опасные путешествия. И в традиционной географической экспедиции, как это было еще две сотни лет назад, они как бы отходят в прошлое. Совсем, конечно, они не исчезают, это часть работы и жизни географов, исследователей, но все же на первое место выступают совсем другие источники знаний из географии. Мы можем получать сведения о нашей планете, как из книг, посвященных природе. И это не обязательно научные книги, это могут быть даже художественные произведения, посвященные путешествиям и приключениям. В книгах Жюля Верна, Майна Рида, Владимира Обручева можно найти не только сведения о природе далеких мест, но и рассказы о необычных и увлекательных приключениях. Много сведений о Земле можно получить с помощью разных географических карт. Но для того, чтобы смотреть фильмы и телепередачи о природе Земли, нужно, конечно же, учиться. Увиденное в этих фильмах тоже обогащает знания об окружающем мире. Собственно, для этого эти фильмы и создаются. Мы живем на замечательной планете, красивой, щедрой, но очень хрупкой и незащищенной. Нужно любить ее и беречь. А для этого ее необходимо знать. Человек живет на Земле. Он живет только в обществе. Человечество выживает только коллективно. Один человек, вырванный из общества, изгнанный из общества, он выжить самостоятельно не может. Хотя в литературе, например, описан феномен Робинзона Круза. Робинзон, естественно, как бы выживал один, но опыт у него был общечеловеческий. Опыт выживания. То есть развести костер, очаг, построить жилище, защититься от диких зверей и так далее. То есть все это коллективные знания. И можно сказать, этот один отдельный человек, он представлял собой все общество, все человечество. Что же добывает человек из земных недр? Ведь именно земные недра и земная поверхность позволяют человеку, как обществу, выживать. И не просто выживать, но и развиваться. Можно коротко сказать, что человек живет на планете Земля, используя все ее богатства. Он добывает из недр земли полезные ископаемые. То есть это сегодня это и нефть, и газ, и различные минералы. Железные руды, медные руды, то есть руды различных металлов, вплоть до драгоценных металлов, золота, серебро, платина, редкоземельные металлы. Все, чем мы сейчас пользуемся, это добыто в качестве руд, в качестве минералов из недр нашей земли. Человек также строит города, прокладывает дороги. Для этого нужны строительные материалы. Это и дерево, и песок, и гравий, различные камни, и нужна глина для того, чтобы выжечь кирпичи, кафель. Нужны определенные технологии, чтобы получить цемент, и известь, различные порошки, добавки, химические добавки и другие. Для этого, естественно, необходимо все это добывать, чтобы построить города и проложить дороги. Он перегораживает реки плотинами. Для этого тоже необходимо огромное количество строительных материалов. Того же цемента, того же песка и арматуры железной или пластиковой и так далее. Он вспахивает поля, для этого нужны и собирает урожай. Для этого нужны и трактор, и комбайн, и различные косилки, и автомобили грузовые, для того, чтобы этот урожай перевести. Он сжигает огромное количество топлива. Это топливо необходимо получить из нефти, а нефть нужно добыть на определенных скважинах, посредством которых добывают нефть. Она может добываться и не только на земной тверде, но и в море, и в океане. И благодаря всему этому человек живет, развивается через многие-многие поколения на нашей планете. Но для того, чтобы наша планета как можно дольше обеспечивала жизнь человечества, естественно, необходимо знать законы существования Земли, экологические и другие способы обеспечения безопасности, предохранения человечества от различных стихийных бедствий, которые могут привести при неразумном, варварском использовании богатства Земли. Это и наводнения, и землетрясения, и ураганы, и лесные пожары, которые в 1920-м и в 1921 году очень часты были. И в России, и в Канаде, и в Соединенных Штатах, и в Италии, во Франции. То есть во многих регионах нашей планеты были лесные пожары. И все это, безусловно, ответ, определенный ответ природы на изменение географической среды. И всем этим занимается наука, то есть занимается современная география. Она как раз и устанавливает, каким образом связаны между собой отдельные элементы природы, по каким законам функционирует природа, и что человек должен делать, чтобы эти законы не нарушить. Таким образом, мы с вами сделали введение в науку географии. Задание на дом. Что необходимо нам заучить? Это ключевые термины и имена. А именно, понятие география, физическая география, экономическая география, историческая география, политическая география, эратосфен из Кирены. Проверим знания. Что означает слово география? Первый вопрос. Второй. Кто первым применил это слово? Третий. Что изучает физическая география? Четвертый вопрос проверочный. Каким образом человек накапливал знания о Земле? И пятый вопрос. Из каких источников человек получает географические знания? Также ответим на более сложные вопросы. Зачем нужно изучать природу нашей планеты? Это во-первых. Во-вторых. Чем отличаются путешествия древних от современных научных экспедиций? Третий. Вспомним книги и фильмы, с которыми мы недавно познакомились, и которые расширили наши географические знания. Четвертое. Мы сравним фотографию нашей планеты, сделанную из космоса, с картой мира в атласе для шестого класса. Спасибо за внимание. До следующего занятия. На следующем занятии мы будем изучать историю географических открытий. Итак, рассмотрели мы три вопроса. Четвертый тоже написал первую книгу по географии. Мы уже бегло отметили это, что первое слово география как раз и появилось на именовании книги такого ученого с Древней Греции из города Полиса Кирен. Это Эратосфен из Кирена. Жил он в третьем веке до новой эры. И книга, соответственно, вышла, ну, книга в древнем понимании. Это была корзина свитков, написанная на пергаменте, то есть на телячьей коже. И кожа эта с написанным свертывалась в такой вот свиток, в трубочку, если по-современному сказать. И десятки таких трубочек, они объединялись и складывались в сумку или плетеную корзинку. И вот определенная сумма этих корзинок и составляла ту или иную книгу. Так вот, география тоже вот была такой книгой. И в этой книге Эратосфен из города Кирена описал не просто страны, которые лежали по берегам Средиземного моря. Он также и ввел в оборот, и в научный оборот, и в обыденный ряд понятий, которые и сейчас используются в географии. Его география, конечно, была землеописанием. То есть, по большей части, это была физическая география. И еще раз закрепим, что первая книга по географии появилась в третьем веке до новой эры в городе Кирен, в городе Полисе. И написана она была Эратосфеном из Кирена. Эратосфеном из Кирена. Эратосфеном из Кирена.